Облагаются ли алименты налогом? Граждане нашей страны имеют достаточно широкий разброс возможностей для заработка денег на пропитание и комфортную жизнь. Так они могут трудиться в соответствии со своей квалификацией в государственных и частных компаниях, открывать собственный бизнес, иметь доходные вклады и акции крупных компаний, а также различные начисления из фондов страны как часть социальной политики. Кроме того, многим разведенным супругам, воспитывающим маленьких детей, полагаются также детские алиментные выплаты, взысканные со второго родителя. Все люди знают, что большинство доходов должно облагаться подоходным налогом, но мало кто задумывался, а полагаются ли подобные выплаты. В бюджет страны с получателя этих алиментов, что говорит закон об алиментах, облагаются ли алименты налогом? СКРФ оговаривает понятие алиментов как обязательные к уплате суммы, регулируемые на законодательном уровне для соблюдения интересов. Ребенка после развода родителей. Основные термины, прописанные в законе, касающиеся исполнения алиментных обязательств, расшифровываются следующим образом. Плательщик. Лицо, являющееся родителем общего ребенка, не проживающее совместно с ним по решению суда, либо по обоюдному согласию родителей, но имеющее обязанности по содержанию его посредством алиментных выплат. В случае, если добровольного соглашения об уплате алиментов между бывшими супругами достигнуто не было, в отношении плательщика возбуждается. Исполнительное производство и взыскание происходят принудительно. Развод с ребенком. Получатель, лицо, проживающее с ребенком, и принимающее непосредственное участие в его воспитании и становлении. Личности, несущие за него полную ответственность и принимающие алиментные выплаты от второго родителя. Лимиты обязательств устанавливаются в зависимости от доходов плательщика согласно мировому обоюдному соглашению между участниками. Выплат либо по суду, в соответствии с законодательством, в процентах от совокупного дохода после необходимых вычетов в бюджет – 25%, на одного ребенка – 40%, если двое детей – 50% в случае, когда совместных отпрысков – 3 и более. Период обязательств, в соответствии с законом. Ребенок должен содержаться родителями до достижения 18-летнего возраста, если ранее. Не произошло его вступление во взрослую жизнь, называемая эмансипацией, может быть зафиксировано с 16 лет. Кроме того, в случае, когда сын или дочь поступает на дневное отделение государственного вуза, детские выплаты растягиваются до 23 лет, если не будет отчисления студента за период учебы. А алименты, самопособие, выплачиваемые должником после каждого начисления какой-либо прибыли, на его счет. Важно, верно ли утверждение, что алименты облагаются налогом. Налогообложение с алиментов регламентируется НКРФ в части статьи 217, в которой прописаны все виды прибыли лица, подверженные обязательному налогообложению. Уплата алиментов. Взаимосвязь налогообложения и алиментов. Итак, обратившись к указанной выше статье НКРФ, сторона получателя алиментов может посмотреть П. Пять, говорящие о том, что не подлежат налогообложению все субъекты алиментных взысканий со второго родителя, а именно, сам малолетний. Ребенок, являющийся предметом содержания и основанием для взыскания средств. Бывшая супруга или супруг, с которым на данный момент проживает ребенок после развода, являющийся прямым выгодоприобретателем от алиментов. Родители и прочие родственники, зарегистрированные как официальные опекуны ребенка по каким-либо причинам. Из этого следует, что получатель финансовой помощи от своего экс-мужа или жены обладает правом на следующие действия. Требования. Взыскание в устной письменной форме или путем обращения в суд, не опасаясь каких-либо налоговых начислений вследствие обретения средств. Независимо от их объема, который не должен превышать установленный законом лимит или предмет мирового соглашения. В то же время сам алиментщик обязан производить выплаты с любых типов своего официального дохода, только после уплаты соответствующего. Налога согласно 2НДФЛ, однако если он трудоустроен в легально работающей компании, все удержания за него производит налоговый агент, работодатель. Важно, если плательщик сдает недвижимое имущество либо имеет доход со своего бизнеса или иную прибыль, он обязан также уплачивать налоги. С этих сумм и делать алиментные выплаты в пользу бывшего супруга. Однако все возможные выплаты осуществляются исключительно после уплаты НДФЛ, то есть с чистой прибыли алиментщика, которая предоставляется ему в полноправное распоряжение, налоговое удержание, процесс выплаты алиментов с учетом НДФЛ. Берется ли подоходный налог с алиментов? Алименты, получаемые одним из родителей, принадлежат категории обеспечительных платежей, которые выплачиваются как гуманитарная помощь слоям населения, не обладающим социальной протекцией, в данном случае детям. В связи с этим по фактору налогообложения данные выплаты эквивалентны пенсиям, также не облагаемым налогами с прибыли. Так, общий принцип начисления выплат в пользу матери при наличии в бухгалтерии работодателя исполнительного листа от службы ФСПС осуществляется. Следующим образом, в соответствии с оговоренными в компании окладами и личным вкладом сотрудника, ему начисляется заработная плата. И премии в соответствии с расчетным листком, выдаваемым непосредственно перед выплатой. Кроме того, доходной частью от трудового процесса также считаются отпускные и больничные выплаты, так как они служат неким эквивалентом. Зарплаты на период отсутствия сотрудника по уважительной причине. Далее бухгалтерия вычитает из полагающихся средств сумму НДФЛ и обращает ее в доход государства. В нашей стране эта цифра составляет 13%, если гражданин не имеет каких-либо льгот, оговоренных в НКРФ. Алименты удерживаются до НДФЛ или после. Та сумма, которая остается, еще не является основанием для выплаты алиментщику, так работодатель удерживает с нее именно сумму, причитающуюся. Для перевода матери ребенка, согласно указаниям в расчетном листке или обоюдном соглашении об уплате алиментов, например, в твердом денежном эквиваленте. Помимо требуемой к перечислению суммы, плательщик также из собственных средств оплачивает все почтовые издержки и комиссионные взыскания. Платежных шлюзов за перевод средств. Важно, в случае если плательщик необоснованно недоплатил какую-то часть средств, и сторона получателя выявила этот факт, она имеет право обратиться к судебным приставам, которые организуют взыскание в принудительном порядке, а также наложат на должника исполнительский сбор. НДФЛ. С каких налогооблагаемых доходов взимаются алименты? Алименты, как удерживаются, с начисления или за минусом НДФЛ? В статьях СК РФ прописан достаточно большой перечень возможных доходов алиментщика, с которых удерживается необходимая сумма в пользу. Родители ребенка, а именно, прямая зарплата физлицеа у работодателя, любая прибыль, полученная от продажи объекта движимого или недвижимого имущества за исключением тех случаев, когда полагается налоговой, вычет в соответствии с действующим законодательством, любые официальные начисления от сдачи в аренду собственности с целью получения денежных средств, всякие доходы посредством выполнения частных подрядных договоров или иных отношений между заинтересованными лицами, подразумевающих доходность исполнителя. Разовые выплаты от победы сыгравших лотерейных билетов или участие в азартных играх. При наличии собственного бизнеса, любые денежные средства, отраженные в трех НДФЛ как чистая прибыль, обращенная в собственность предпринимателя. Любые начисляемые доходы от продажи имущества, в том числе личного автотранспорта, в случае возникновения налогооблагаемой базы, прочая прибыль, подвергающаяся налогообложению. Важно, таким образом, любая прибыль, подвергающаяся налоговому обложению в пользу казны нашей страны, обязательна к взысканию в счет родителя, ребенка при запущенном исполнительном производстве. Однако, раз эти деньги уже подверглись налогообложению, лицо, получающее их, полностью освобождено от налоговых начислений. Сами же алименты отличаются от налогов тем, что они выплачиваются не в бюджет государства, а в интересах конкретного физлицеа. Исполнительный лист для взыскания алиментов. Как правильно рассчитать сумму алиментных платежей с учетом налогообложения? Алименты удерживаются после удержания НДФЛ или до него? Согласно ФЗ об исполнительном производстве приставы имеют право взыскивать алиментные обязательства в счет родителя выгодоприобретателя, только после уплаты налогов. Таким образом, для правильного подсчета суммы к взысканию необходимо знать перечисленные ниже параметры доходов должника, общую сумму, начислений от работодателя или иные доходы, обретенные за отчетный период. Алименты считаются до или после вычета НДФЛ. В случае, если алиментщик является налогоплательщиком по особой ставке, это также необходимо вычислить, так как, например, иностранные. Поданные, пребывающие в РФ в статусе РВП, имеют налоговую ставку с доходов в размере 30%, а не 13%, как все граждане России. В последний момент определяется налогооблагаемая база, так как в случае доходности бывают различные исключения, например, начисления. Компенсации участникам боевых действий и т. Д. Алименты начисляются до или после удержания НДФЛ. Вся оставшаяся сумма после налоговых взысканий подлежит расчету как алиментная база в соответствии с исполнительным листом. Важно, в случае, если работодатель удерживает излишний налог с алиментщика, а по итогам отчетного периода распределяет его обратно путем. Выплаты компенсаций, то и цифра алиментов должна быть подвергнута перерасчету. Таким образом, алименты НДФЛ – два абсолютно разных понятия и не подразумевают каких-то удержаний с перечислений второму родителю. Однако доходы, с которых эти алименты выплачиваются, в большинстве случаев могут облагаться налогами. Таким образом верно поступает тот родитель ребенка, который держит под контролем все начисления в свой адрес и ежегодно в конце отчетного. Периода требует акт сверки от предприятия работодателя либо самого алиментщика, а в случае обнаружения каких-либо нестыковок немедленно. Обращается с соответствующим ходатайством о проведении дополнительных начислений. Под чутким контролем со стороны должник будет платить все полагающееся второму родителю денежные средства. Налоговый вычет. Размер дополнительных налоговых вычетов. В случае, если у алиментщика имеются дети, то на него распространяются льготы наряду с имущественными вычетами, предоставляемыми нашим государством для родителей малолетних детей, и он имеет право на обретение базовых налоговых вычетов. Данные послабления подробно прописаны в НКРФ и определяют следующие суммы к возврату со стороны госбюджета. Все цифры актуальны на август 2018 года и могут меняться каждый отчетный период в связи с ростом инфляции. Если у любого работающего гражданина РФ имеется один или два ребенка, то ему полагается государственный вычет в размере 1,4 тысячи руб. В случае, если количество общих детей 3 и более, то сумма налогового послабления вырастает до 3,0 тысячи рублей. Если же на попечении у родителей имеется ребенок, которому поставлена любая из существующих групп инвалидности, то размер компенсации становится уже 6,0 тысячи руб. Когда тот же ребенок-инвалид находится на попечении третьих лиц, оформивших официальное опекунство, вычет по налогам составит 12,0 тысячи руб. Важно! Алименты налоговый вычет как работает схема. В случае с алиментщиками послабление по налогам не имеет ярко выраженную денежную форму, так как оно лишь принимается во внимание. При определении той материальной базы, с которой плательщик обязан уплачивать свои обязательства, и если он получил какой-то возврат, то сумма алиментов с него снимается значительно больше. Уклонение от налогов и алиментов. В заключение следует добавить, что приставы, кроме официальных доходов, могут проанализировать материальную обеспеченность человека в принципе, и если его образ жизни не будет соответствовать той доходной базе, с которой он производит налоговые и алиментные отчисления, в отношении него может быть инициировано положенное по закону проверка. Так алиментщики, особая группа физических лиц, чьи доходы всегда находятся под пристальным вниманием, так как, обеспечивая содержание ребенка, он пусть и не по своей воле, становится участником государственной социальной программы для воспитания подрастающего поколения, поэтому он вынужден показывать государству все свои доходы. В случае же, если за ним обнаруживаются какие-то неучтенные денежные начисления и собственность либо дорогостоящие покупки, несоответствующие его заявленному материальному статусу, он может быть подвергнут не только взысканиям, но также и штрафным санкциям и прочим административным и дисциплинарным воздействием, предусмотренным действующим в нашей стране законодательством.